Сеть частных пансионатов «Тёплые беседы» приглашает в гости. Наслаждаться каждым днём и жить полной жизнью. Мы считаем, что встречать старость нужно именно так. Пансионаты «Тёплые беседы» работают по европейской модели, которая успешно зарекомендовала себя во всём мире. В комфортабельных загородных коттеджах наши бабушки и дедушки не чувствуют себя пожилыми. Наоборот, они в кругу друзей раскрывают в себе новые таланты, обсуждают фильмы, поют караоке, рисуют, лепят из пластилина и просто отдыхают. Мне нравится то, что я могу тут петь песни во всё горло, танцевать, ну и никто мне этого не запрещает. За первые две недели пребывания в пансионате у 65% постояльцев отмечена положительная динамика здоровья, а у 27% состояние стабилизировалось. Вы знаете, что я когда сюда приехала, я совсем не ходила совершенно. Вот мои ходунки, вот и я почти не передвигалась. А сейчас вот это такое состояние, знаете, такое отношение ко мне внимательное, хорошее, что я стала передвигаться и хожу даже вот с палочкой. Немного помогает мне няня. В пансионате созданы все условия для лежачих больных. Специальные четырёхсекционные функциональные кровати, противопролежневые матрасы, заботливые сиделки помогают в приёме пищи и гигиене. Ухаживают, вот хожалки ходят, вот особенно Айголь. Она со мной, как такая маленькая, со мной возится, как-то, поднять надо, искупать надо меня всё-таки я не так, чтобы была такая резвая. Чисто меняет постель каждый день, каждое утро встают, всё поменяется, я всё сменяю. Ежедневно мы нашим постояльцам меряем давление, измеряем температуру и выдаём лекарства. На обед все постояльцы собираются вместе, кормят вкусно, шесть раз в день и по специальному меню, разработанному врачом-диетологом. В рационе обязательно каши, супы, фрукты, молочные продукты, овощи и, конечно, чай со сладостями. В пансионате бабушкам и дедушкам некогда скучать, они много гуляют, общаются, читают и смотрят телевизор. Для того, чтобы развивать мышцы, предусмотрен целый комплекс упражнений, например, игра в мяч. Многие бабушки боятся ехать в пансионат из дома, но когда они приезжают в пансионат, они у нас проходят два дня адаптацию, на третий день они привыкают, им очень нравится. В конечном итоге, когда родственники приезжают, они говорят, мы уже домой не хотим, им очень нравится, они привыкают. Я очень боялась, очень боялась. То, что рассказывали, как и бывают. У меня прям вот страх, страх нагнали на меня. А я все время свободно себя чувствую. Я только могу рекомендовать и советовать, что пансионат очень и очень хороший. Лучше, чем дома в том, что у нас с наших плеч уходит огромная нагрузка по домашней работе, по хождению, по магазинам. То есть ты освобождаешься и имеешь возможность жить и радоваться жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok